Граждане, это вот после заявлений, казалось бы, уже где-то там пропавшего главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва, он сказал, что за рекламу иноагентов начнут сажать. О, да-да-да, это жёстко. Наказание до двух лет колонии грозит российским гражданам и компаниям за размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов. По его словам, текущим ограничениям, установленным законодательством, добавят запрет на размещение рекламы. На данный момент предусмотрена некая административная ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах. Там только 50 тысяч штрафов. Для юрлиц, ну, до полмиллиона. Ну, вот как бы решили немножечко оптимизировать процесс. Первая инициатива, друзья, которая бьёт уже не по иностранным агентам, а бьёт по тем гражданам, которые смотрят в их сторону, хотели бы каким-то образом сотрудничать. Кто-то поддержать, кто-то просто в коммерческих интересах что-то продвигать. Потому что, как правило, всё-таки иностранные агенты – это люди с какими-то медиавозможностями. Это те, кто администрирует какие-то аккаунты в социальных сетях, в ютубе, в мессенджерах. И, конечно, по большей части те, кто какую-то рекламу размещают, для них это финансовая возможность. И я бы сказал, что это очень серьёзно ударит по иностранным агентам. Те, которые находятся вне России или внутри России, это, безусловно, будет серьёзным вызовом. Рассчитывать на то, что Пискарёв и ему подобные остановятся на этом этапе – это очень наивно. Вряд ли они на этом остановятся. Скорее всего, эти инициативы будут продолжаться дальше. Два года, 22 года. Потом какие-нибудь ответственности для других людей, кто об этом знал или кто принимал в этом участие. Эта ответственность будет расширяться. И в рамках борьбы с инакомыслием, борьбы с несогласными, с теми, кто выступает с какой-то критикой, особенно в медиапространстве – это, конечно, вопрос безопасности номер один для этой системы. Мы с вами говорили о том, что сами по себе законы, которые принимались раньше или принимаются сейчас, это законы, мне клеили этот статус организаторов распространителей информации. С момента, как эти инициативы прошли, это один разговор. Другой вопрос, что будут бесчисленные множества различных уточнений этих законов. И все эти уточнения будут нацелены на одно – усугубить положение, ужесточить ответственность, ввести дополнительные обязательства, дополнительные ограничения, новая бюрократия. И вот, собственно, мы видим, да, тема иностранных агентов – одна из самых, скажем так, системных направлений работы власти. У нас сколько реестра этих иноагентов? У нас больше 700. И нет никаких сомнений, что он будет расти просто как грибы после дождя. Будет ли решена проблема, которую ставит перед собой власть? Нет, не будет. Почему? Потому что сколько ты не усугубляй эту ситуацию, сколько ты не пополняй реестр иностранных агентов, какие-то другие аналогичные списки, все равно активность общества будет на долго нарастать. Почему? Потому что недовольство людей вызвано экономическим положением. То есть людям не дают спокойно жить, людям не дают возможность удовлетворить свои потребности, не дают уверенности в завтрашнем дне. Людям втирают какую-то дешевку, да, под типу, там, я не знаю, там, отвлечения внимания, там, США, Байден, Обама во всем виноваты, рассказывают там о патриотизме, что-то еще, да, но на деле мы прекрасно с вами должны понимать, что это все для отвлечения общества. Это все для того, чтобы перевести стрелки, вину, свою вину на кого-то другого. Разговоры о патриотическом воспитании не воспитывают патриотов, они воспитывают лояльность к власти, они воспитывают терпимость к той антинародной политике, которая проводится правящим режимом, элитой в отношении самых богатых представителей, в отношении правящего класса. И покуда вот эта несправедливость будет сохраняться, это будет приводить к появлению все новых и новых недовольных людей. И из-за вот этой огромной массы, да, будут появляться, да, будут выделяться те, кто будут говорить громче, будут говорить более грамотно, будут более смелыми, более решительными. Этот процесс объективный, да, власть прекрасно это понимает, почему она не может более, скажем так, эффективно эту ситуацию разрешить. Ну, потому что придется выступать против своих интересов, придется бороться со своей природой, да, придется залезть к себе или к своему, значит, в карман. И они, конечно, на такие шаги не готовы. Поэтому вот бьют, как говорится, по последствиям, но это борьба с последствиями, такая штука неблагодарная, она никогда не может увенчаться успехом. Продолжение следует...